бывает лежит в холодильнике какой-то абсолютно рандомный набор ингредиентов смотришь выбираешь какой рецепт в следующий раз приготовить и понимаешь что у тебя для этого рецепта все есть так случилось с сегодняшним нашим рецептом сегодня у нас будет карри с курицей что нам для этого нужно первым делом конечно курица потому что карри с курицей без курицы как вы понимаете не может существовать это чеснок и лук он есть у каждого наверно в каждом холодильнике мира он есть то что можно найти в любом магазине гипермаркете нашей страны и вообще постсоветского пространства это лайм и имбирь свежий и специй мы используем естественно карри специи немного куркумы чтобы добавить цвета острый красный перец чили я возьму его немного потому что курицы немного готовить сегодня будем так ограниченным тот ингредиент который вот случайно как раз оказался в холодильнике это кокосовое молоко брать можно любого производителя не знаю это не реклама естественно просто кокосовое молоко в банке сейчас она тоже продается очень часто во всяких китайских разделах где продаются всякие тайские китайские в общем восточные вот это вот восточные ингредиенты восточная кухня это можно купить там значит курицу нарежем на небольшие кусочки порционные ну как для гуляша может быть как нибудь почти кубической формы размером может быть сантиметра полтора на полтора можно нарезаем и переваливаем в миску пока что еще кусочки произвольные на самом деле неважно все равно это все будет в подливе такой некий гуляш с восточным уклоном так курицу дорезаем и отправляем ее в миску подождать а пока займемся нарезкой наших кореньев и все кореньев хотел сказать кореньевы овощей но на самом деле это все корни как это ни странно давайте нарежем их так для начала займемся луком очищаем луковицу не смог удержаться чтобы немного не всплакнуть так переваливаем мелко порубленный лук также в миску и продолжаем с чесноком чеснока нам нужно будет немного пару-тройку зубчиков зубчики большие поэтому двух наверное хватит так чеснок готов я его просто отодвигаю в сторону и немного имбиря нарежем нам его тоже немножко понадобится произвольном порядке наверное обрезаю кожуру не буду париться и чистить его ложкой и просто натрем на меленькой терке если бы еще не реветь бы вообще все было хорошо так имбирь готов все ингредиенты готовы теперь можно приступать и собственно готовки на сковороду немного оливкового масла и обжарим слегка слегка притомим слегка чтобы масло вобрало в себя вкус и аромат и притомим лук чтобы он стал только мягким лук чеснок и имбирь первым делом сразу же чеснок и сразу имбирь этим кстати мне нравится данный рецепт потому что готовится все будет в одной посудине в одной сковороде и не нужно будет бегать с кучей посуды мыть ее по сути это очень простой рецепт который повторить может каждый ингредиенты как я уже сказал ранее есть в любом магазине в любом супермаркете просто бери и готов так начало почистку ворчать сразу помешиваем огонь небольшой нам нужно просто растамить чтобы лук чеснок и имбирь стали мягкими на данном этапе пахнет это уже бомбически хочу тут не пахнет тут имбирь чеснок и лук классическое наверное сочетание так лук еще не такой мягкий как нам хотелось бы поэтому потомим еще слегка вот вот то что нам нужно отлично лучок немного подрумянился размягчился и теперь сюда можно смело забрасывать всю курицу мокрыми трусами в пол добавляем огонь до максимального и сейчас уже именно обжариваем курочку готовность нам пока не важно а вот как она будет выглядеть это важно готовность мы добьем уже тушением в кокосовом молоке значит так некоторые кусочки уже поджарились подрумянились колеровались как говорят французские кулинары ну а кто нам помешает что здесь кулинарная полиция самое время добавить наши специи это собственно приправа карри которая состоит из нескольких специй несмотря на то что в приправе карри есть куркума я добавлю еще немного куркумы просто для цвета чтобы приятнее красивее было и немного острого молотого перца чили или что у вас есть можно свежего порубать у меня к сожалению нет поэтому я не порубал теперь немаловажный момент мы катаем лайм разрезаем и весь сок одного лайма отправляем в нашу курочку наше будущее карри будьте аккуратны если у вас порезы на руках как у меня то вам это доставит нестерпимую боль которую вам все таки придется перетерпеть и конечно наше молоко тоже отправляем туда целую банку ничего страшного тушится ей минут 40 диму они есть диму нашему карри перемешиваем закрываем крышкой затем и 40 минут приблизительно полчаса 40 минут оставляем потомиться на медленном огне газ убираем ох ты цвет какой красивый то а сейчас вам уже еще все перемешается здесь кокосовое молоко дает такую кремовую текстуру как будто сливками залил она густая она не просто как вода дает некую текстуру такую сливочную но я надеюсь что и вкусом не ну пахнет это охренительно конечно все закрываем крышкой и оставляем на 40 минут приблизительно на малом огне не ну и конечно надо быть тупым как я чтобы забыть посолить поэтому открываем нашу крышку и досаливаем достаточно хорошо потому что подливки много и она должна все-таки иметь вкус так посолили снова перемешали снова посмотрели попялились на эту красоту ой блин ну цвет вообще не на передает камера или нет я потом подсниму поближе супер все теперь точно оставляем ну а пока карри наши тушатся мы отварим немного риса как его варить я хочу снять об этом отдельное видео поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить столь ценную информацию ну а пока просто отварим рис вот этой подливочки нужно рис смешивать с этой подливочкой и ваше здоровье черт это охрененно вкусно это охренительно знаете у меня в жизни пока еще было только одно большое кулинарное открытие это когда я открыл для себя пресловутый китайский вкус пищи со смешением соевого соуса имбиря и чеснока но вот это это второе открытие это то чего до этого в моей жизни не было это супер надо еще попробовать где-то вдалеке на уровне ощущений кокос появляется но он не ярко выраженный я не могу это описать очень пряно немножко островато в меру тому кто любит поострее можно добавить либо больше приправы карри либо больше острова перца чили молотого можно свежего порубить я уже говорил тогда наверное будет еще вот этот чуть-чуть отдаленной такой послевкусие перца свежего и может быть добавить какой-то новую нотку но вот так это круто это просто вы видели мы там за полчаса это все сделали полчаса мы там еще покипела 40 минут и получилось просто ну супер супер я всем рекомендую готовьте это блюдо если она вам понравилось или понравится когда вы его приготовить это пожалуйста не поленитесь придите поставьте лайк подпишитесь на канал для того чтобы не пропустить свежие видео и до скорых встреч всем пока а